Всем привет. Судья Эндрю Наполитано здесь для того, чтобы судить о свободе слова. Полковник Дуглас МакГрегор снова присоединился к нам. Полковник, всегда рад вас видеть. Большое вам спасибо за то, что присоединились к нам. Так неужели американская разведка и их западные партнеры полностью адекватно и точно оценили силу и моральный дух России и просто солгали об этом? Или они действительно и искренне верят, что российские вооруженные силы неэффективны и так же плохи, как и Украина, они могут остановить их или даже отбросить назад? Говоря по-другому, разве не было морального обязательства со стороны американского министерства обороны, прежде чем вовлекать нас в это, сделать серьезная, зрелая и точная оценка сильных сторон России? Я думаю, что так оно и есть. Я думаю, что вы абсолютно правы. У них было моральное и профессиональное обязательство говорить людям правду. Но проблема, с которой мы сталкиваемся в англоязычном мире и в Соединенных Штатах в частности, заключается в дурной привычке пренебрежительно относиться к иностранным вооруженным силам и их лидерам, которых мы на самом деле не очень хорошо знаем. Если вы читали оценки немцев до того, как мы высадились в Нормандии, то они были просто смехотворны. Они рисовали картину несостоятельной армии, которая не могла оказать реального сопротивления, была неспособна проявлять инициативу, жестка и негибка. И, конечно же, все обстояло как раз наоборот. Все было как раз наоборот. Мы придерживались аналогичного взгляда на японцев. То же самое сделали и британцы. Если вы вернетесь назад и посмотрите на падение Сингапура и на то, как это произошло, вы должны понять, какого рода презрение мы в Соединенных Штатах и Великобритании испытывали к японцам, а не только к немцам. Так что в этом нет ничего нового. И исторически сложилось так, что даже европейцы, которые были ближе к России, имели дурную привычку недооценивать русских. Фредрик Великий сделал это. И однажды это едва не стоило ему полного уничтожения его армии. С этого момента пруссаки и немцы в целом заняли иную позицию. Но исторически сложилось так, что это всегда было проблемой судья. И помните, что здесь есть еще кое-что. У вас слишком много людей в федеральной бюрократии и в армии, которые отчаянно стремятся продвинуться вперед. Они охотно дезинформируют своих начальников. Почему? Почему я говорю дезинформированы? Сообщая им то, что они хотят услышать. Вот пример человека, который, по-видимому, овладел ею, потому что вышел в отставку с четырьмя звездами. И на момент своей отставки он был главнокомандующим вооруженными силами во всей Европе генералом Беном Ходжесом, который сделал заявление России, которое было относительно кратким. Если вдуматься, то Россия на протяжении десятилетий была и остается экзистенциальной угрозой для Европы и Соединенных Штатов. Просто послушайте, что говорят их лидеры. Посмотрите на тысячи единиц ядерного оружия. Совершенно очевидно, что они будут продолжать действовать, если их не остановить. Звучит так, будто вы хотите сказать, что прекращение действий Владимира Путина на Украине напрямую выгодно каждому американцу. Совершенно верно. Полковник. В начале этой войны у русских было около 190 военнослужащих, собранных для интервенции в Украину. Из этого числа первоначально они направили туда только 90 человек. И как мы уже обсуждали ранее, я думаю, что Путин ошибочно полагал, что это будет сигнализировать о его решимости противостоять превращение Украины в платформу для проецирования враждебной военной мощи со стороны Соединенных Штатов и НАТО на Россию. Он был неправ. И у нас не было никакого намерения вести переговоры или идти на компромисс, таким образом мы переходим от ситуации, когда российские вооруженные силы были явно слишком малочисленны для выполнения возложенной на них миссии. В ситуации, когда российские вооруженные силы резко выросли и повысили свою смертоносность и боеспособность за последний год с лишним. Так где же были доказательства этого ужасного намерения завоевать Восточную Европу до этого? И кстати, русские уже несколько месяцев занимают оборонительные позиции вокруг завоеванной ими территории. Они владеют инициативой уже по меньшей мере шесть месяцев. Ничто не мешает им атаковать. Так почему же они до сих пор не атаковали? Конечно же люди в администрации и в других местах отвечают так, русские некомпетентны. Они не могут этого сделать. Это просто смешно. Они отмахиваются от украинцев как от мух. Украинцев уничтожают. Каждый раз, когда они высовывают голову, их убивают. Русские явно могут напасть. Путин на самом деле не хочет продвигаться дальше на запад, чем это абсолютно необходимо. Плохая новость для нас заключается в том, что прямо сейчас русские проложили от двух до трехсот дополнительных километров железнодорожных линий в Восточную Украину. Это касается логистики. Это указывает на реальную подготовку к массированному наступлению в западном направлении. И я еще раз думаю, что Путин ошибается. Он думает, что ему удастся достичь урегулирования путем переговоров, или же он предполагает, что мы обанкротимся и просто уйдем. Я полагаю, что в некоторых отношениях это было бы неплохо для него. Но суть в том, что я не думаю, что это будет так просто. Помните, что требования, предъявляемые к людям, занимающим руководящие должности в разведывательных организациях, намного выше, чем те, которые мы предъявляем к офицерам общего звена. Когда Рич заходит о генеральских офицерах, это вопрос выбора. Вы найдете нескольких действительно умных людей, которые много читают. Генерал МакАртур обычно выделял два часа каждый вечер на протяжении всей Второй мировой войны, чтобы прочитать материал, который, по его мнению, был уместным и актуальным. А еще он сам каждый день очищал свой пресловутый почтовый ящик, читал все материалы, писал все отчеты. Сейчас у нас нет людей, которые занимаются этим, потому что у них нет возможности это сделать. Как президент Зеленский превратился из героя в ноль? Ваша фраза неоригинальная, но красиво сформулированная за 19 месяцев, полковник. Давайте вернемся к возмутительным предсказаниям и тому подобному праздничному бреду, который распространялся в западных средствах массовой информации в течение многих месяцев, месяцев и месяцев. Почти сразу же, я помню, в феврале или начале марта, на меня напали за то, что я предположил, что этот человек был пустым фасадом. И если уж на то пошло, то это был актер, и не более того, я думаю, что это были Дженнифер Гриффин и ее напарник по каналу Fox, бывший конгрессмен, чье имя ускользает от меня. И они говорили, о нет, этот человек — героическая фигура, которой мы все должны поклоняться и сравнивать его с Черчиллем и Богом. Знает, что еще. Все это чепуха. Это всегда было чепухой. Мы не совсем уверены в том, кто на самом деле управляет шоу в Украине, так же, как и здесь, в Вашингтоне. Но поведение этого человека за последние полтора года просто чудовищное. Он отправил десятки тысяч своих соотечественников на верную смерть, прекрасно понимая с самого начала, что это невозможно. Победа была невозможна, и он настаивал на том, чтобы они бросились на эту неприступную русскую оборону. Он все еще хочет, чтобы они делали это снова, снова и снова. И нет никакого политического обоснования, которое оправдывало бы это. Так что я думаю, что этот человек подвергается разоблачению. И мне понравилось замечание Илона Маска о том, что каждые несколько минут или около того он открывает рот и хочет получить еще один миллиард долларов от Соединенных Штатов. И, конечно же, мы больше не имеем ни малейшего представления о том, куда уходят все эти деньги. Мы можем отследить местонахождение оборудования. Вся эта затея обернулась полным фиаско и скандалом. Действительно ли украинскими вооруженными силами плохо руководит генерал Зелушни? А этот комик, ставший политиком и ставший президентом, не слишком ли сильно его обижает? Помните, что все военные и офицерский корпус так или иначе причастны к этому мошенничеству. У вас есть командиры батальонов, которые присваивают жалования солдатам, находившимся под их командованием и теперь погибшим в бою, не позволяя их вдовам получить какую-либо компенсацию от украинского правительства. Каждый человек вовлечен в то, чтобы захватить все, что он или она может получить для себя. Именно в этом и заключается проблема Украины. Это место более коррумпировано, чем Мексика. И это о чем-то говорит, если вы бывали в Мексике. Так что я думаю, вам следует иметь это в виду. Во-вторых, у меня нет никаких сомнений в том, что в частном порядке он сказал правду. Но его проигнорировали и велели заткнуться и вернуться к работе. И вполне возможно, что ему тоже приказали сделать это под дулом пистолета. Я понятия не имею. Так что я просто думаю, что на данном этапе это действительно не имеет значения. Потому что на самом важном уровне, как только вы попадаете внутрь украинской армии, появляется очень много иностранных элементов, которые руководят операциями из разных мест, и подталкивают украинцев к активным действиям. Между солдатами, которых просят сражаться, и офицерами, которые ими командуют, существует такое сильное недоверие, что они сократили количество отделений до трех-четырех человек, чтобы предотвратить формирование более крупных формирований, которые действительно могли бы взбунтоваться. Это ужасное состояние. И людей просто систематически отправляют в так называемую мясорубку. Теперь мы знаем, что за последние несколько месяцев произошло много случаев сдачи в плен. В этом нет никаких сомнений. И есть множество видеозаписей, подтверждающих это. И я ожидаю, что это будет продолжаться и дальше, возможно, со временем даже ухудшится. Но прискорбно, что мы продолжаем покрывать все эти расходы. Президент публично сказал, не волнуйтесь, деньги все равно будут поступать президенту Зелинскому, даже если правительство закроется. Не знаете ли вы, проводили ли Соединенные Штаты и НАТО оценку состояния украинской армии, ее командной структуры, структуры поддержки, до того, как мы начали направлять туда 100 миллиардов долларов? Я знаю, что в НАТО все делают то, что мы им прикажем судья. Давайте будем откровенны. Мы доминируем в НАТО. НАТО — это расширение нашей военной мощи, нашего влияния на континенте. Европейцы превратились в государства-сателлиты Великой Американской империи и военной гегемонии. Так что это первое, что нужно сделать. Во-вторых, есть большое количество старших офицеров, особенно из Великобритании, в некоторой степени из Германии, Франции, которые все готовы противостоять и защищать до победного конца все, что им прикажут сделать Соединенные Штаты. Они полностью ассимилировались с так называемыми боргами, если хотите. Другими словами, они перенимают то, что мы говорим, они перенимают то, что мы думаем, они перенимают тактику, которую мы предлагаем. Есть несколько несогласных голосов, но они подавляются. Там есть люди, которые знают лучше населения. К вам обращался генерал Куят, немецкий отставной офицер с четырьмя звездами, который был очень заметен в Германии, выступая против этой глупости, говоря, Россия — великая держава. Подавляющее большинство из них — это что-то вроде зомби, которые просто идут в том направлении, куда мы их посылаем. Субтитры создавал DimaTorzok